Если вы страдаете тревожными или депрессивными расстройствами, как вы думаете, это влияет на анатомическую структуру вашего мозга или нет? Или это просто переживание? Правильный ответ – влияет. В исследовании Ельского университета, в котором изучались мозги пациентов, которые страдали в свое время депрессивными и тревожными расстройствами, происходит существенное уменьшение количества нервной ткани в префронтальной коре, которая отвечает за логику и разумные наши решения у депрессивных больных, а у тревожных больных уменьшался объем гиппокампа, который отвечает за формирование памяти и долгосрочных воспоминаний. Таким образом, когда вы тревожитесь, когда вы находитесь в депрессии, вы не просто находитесь в плохом состоянии, вы ухудшаете его на будущее. Вот почему так важно своевременно обращаться к психотерапевтам и принимать действия для того, чтобы избавиться от этих заболеваний. Удивительно, но один из самых главных механизмов формирования депрессии был изучен на собаках. Казалось бы, чисто человеческое заболевание, но вот как. Это исследование проводил Мартин Саллигман, знаменитый психолог, который разместил собаку в специальных вольерах, которым подавался электрический ток. И одни собаки думали, что они могут контролировать удары электрического тока, а другие собаки из другой группы полагали, что невозможно контролировать удары электрического тока. И что же происходило? Те собаки, которые считали, что удары электрического тока под их контролем, они были тревожны и часто очень плохо себя чувствовали, даже умирали. А те собаки, которые формировали обусловленную беспомощность, потому что им казалось, что они не способны контролировать удары электрического тока и просто вынуждены страдать, привыкали к этому состоянию и входили в это состояние душевной тяжести. Это один из механизмов депрессии, обусловленная беспомощность. Люди привыкли жаловаться на тревожность, но на самом деле я бы не советовал радикально с этим бороться, потому что, как выяснилось в очень большом количестве разных исследований, что тревожность коррелирует с уровнем интеллекта. Люди, которые тревожатся, они часто лучше справляются с интеллектуальными задачами. Проверить это смогли израильские ученые Айн Дор и Тал, которые провели такой эксперимент. 80 студентов последовательно участвовали в следующей истории. Их сажали за компьютер, дальше они должны выполнить какое-то более задание, и в какой-то момент бегала лаборантка и начинала говорить, что они своими действиями загрузили вирус, и надо срочно что-то делать, чтобы спасти лабораторию. И дальше люди сталкивались с большим количеством всяких разных отвлекающих факторов. И те, кто был более тревожен изначально, лучше справлялся с тем, чтобы игнорировать отвлекающие факторы и концентрироваться на задаче. Поэтому у тревоги есть свои плюсы. Умейте ее правильно использовать.